В Самарской школе 57 ровно в 12 часов дня наступила тишина. В лекционном зале в это время началась трансляция парада памяти, который проходил сегодня там же, где и 81 год назад, на площади Куйбышева. Мне очень понравился этот парад, достаточно грациозный, красивый. Большое количество войск, вооружения. Это показывает силу нашей страны. Мне очень понравился парад. Я очень гордая за наших ребят, нашей школы. Они тоже принимали там участие. Мой брат тоже принимал там участие. И мне прям очень понравилось посмотреть. Было очень интересно. Я бы хотела даже когда-нибудь поучаствовать или посмотреть вживую. Трансляция парада памяти велась во всех образовательных учреждениях областного центра. Старшеклассникам перед началом показали историческую хронику парада 7 ноября 1941 года. Поразило, конечно же, то, что буквально на следующий же день, даже в этот же вечер, люди, которые участвовали в параде, они были отправлены на фронт. И то, что это все такое величественный парад, происходил во время военных боевых действий. О событиях тех лет школьникам рассказывают в рамках темы, которая называется «Куйбышев. Запасная столица». Ученики изучают исторические документы, смотрят видеофильмы, снятые в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Наша историческая память – это, наверное, самое главное, что есть у каждого человека, у гражданина своей страны. И я считаю, что такие мероприятия для детей просто-напросто необходимы. И возможность поучаствовать в них, и опять же вспомнить о тех, кто был на параде 7 ноября 1941 года. Первый парад памяти в Самаре прошел в 2011 году. В 2022 он носил название «Дорогой Победы». Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.